В Снежной деревне стартовал фестиваль снежных скульптур «Снеголед-2017». Сейчас мастера из городов России, Латвии, Норвегии и Германии трудятся над самой сложной задачей – доработкой эскиза. Подробности с места событий в нашем следующем сюжете. Вот так сейчас выглядят заготовки для будущих прекрасных скульптур. Как творил Микеланджело. Он брал глыбу мрамора, отсекал от нее все ненужное. И то же самое будут делать все участники фестиваля «Снеголед». Его тема в этом году – «Россия глазами иностранца». Кто-то из мастеров вынашивал идею композиции месяцами, а кого-то осенело в поезде по пути на север. Большая часть скульпторов держит свою задумку в секрете. Всегда задумка – это как бы 90% вообще всей композиции. То есть сделать это не так сложно, это просто физика, да. А придумать вот самое сложное – это как бы, я считаю, что это эскиз. То есть если есть хорошая идея какая-то, то ее и воплощать уже интереснее. Андрей Барохвостов занял первое место в фестивале «Снеголед-2016». И в этом году планируют удивить зрителей и жюри оригинальностью идеи. Пока что она спрятана внутри заготовки. Я дома еще приготовил куб, который здесь будет, но я уже знал, да, какой будет там размер. Я его приготовил и сейчас так же, как методом отсекания, сейчас уберу все ненужное. И по аналогии потом перенесу все это на куб. Это как бы эскиз, который… ну сейчас пока просто пластилиновый куб. Потом станет эскизом будущей работы. Спрессованные монолиты снега – материал и податливый, и сложный. Какой куб достанется каждой команде, определяли жеребьевкой. После этого скульпторы внимательно изучают заготовку на поле, выбирая наилучшее расположение композиции. Павел и Елена работают в одной команде. Их эскиз уже готов. Нужно спокойно посмотреть, лучшую сторону выбрать, освещение тоже свою роль играет. То есть мы смотрим, где солнце встало сегодня, посмотрели, и насколько эффектно, в какую сторону взять для центра композиции. Вращаем эскиз и видим в одну сторону такая камера обскура, чтобы… Прием такой. Посмотреть с одного ракурса, как это будет выглядеть, как это будет видеть зрители. Некоторые участники подошли к задаче неординарно и решили объединить усилия и скульптуры. Сейчас их проект находится в пластилиновой стадии. Пригласили меня вот друзья в одну команду. Мы объединяем три команды и будем вот из трех кубов делать одну композицию на тему космос, российский космос Юрий Гагарин. К выходным работа над скульптурами будет завершена. Строгая комиссия выберет победителей. А мастера приглашают всех желающих посмотреть на итог их сложной и вдохновенной работы.